Геннадий Андреевич, в газете «Правда» опубликована Ваша статья о двух фронтах. Как Вы относитесь к фронтовому почину Путина? В чем отличие этого образования от Фронта национального спасения или от Народно-патриотического союза России, работа которых Вам хорошо известна изнутри? Паника в рядах «Единой России» началась после мартовских выборов. Они в 12 субъекциях Российской Федерации потеряли 2,5 миллиона голосов. Не выжили никакими способами и понимают, что выжимать дальше будет все сложнее и труднее. Поэтому решили прикрыть все безобразия «Единой России», под вывеской которой на местах уже две трети кандидатов депутата не хотят идти, так называемый всенародным фронтом. Идея, думаю, пришла в голову Володина. Он у себя вышибал такие же результаты в Саратовской области. Но тут она столкнулась с отношением к «Единой России» очень многих в нашей стране. Они думали, что в этот фронт побежут толпой. Кто побежал туда? Те же фронтовики и штрафники, которые были признаны под знамена Ельцина и вместе с ним торговали и предавали страну. В этом фронте оказалась Екатерина Лахова, которая командовала женским батальоном у Ельцина. Там же Александр Шохин, который возглавляет профсоюз олигархов. Там же Франц Клинцевич, я не знаю, какой народ представляет. По сути дела, те же, кто и сегодня вокруг кормила власти, сформировался, оказались главными фронтовиками. Туда тянут очень многих, но, думаю, особо не побегут. С другой стороны, в свое время народный фронт, народное ополчение создавал Минин и Пожарский для того, чтобы изгнать поляков, которые засели в Кремле при поддержке бояр-предателей. В свое время создавали широкое народное крестьянское ополчение, которое выгоняло французов, вторжившие на нашу территорию в войне 1812 года. Народные фронты создавались в Европе для борьбы с фашистскими эрекционными режимами. Народное движение широкое было в ГДР. Если посмотреть состав власти в современном Китае, это тоже широкое народное представительство. С другой стороны, мы в свое время создавали фронт национального спасения, патриотическое движение, союз патриотических сил, который активно поддерживал меня на президентских выборах, почти 200 организаций. Поэтому мы в ответ этому ненародному, а по сути антинародному фронту, который пытается скрыть проделки Единой России, продолжить и дальше эту разрушительную политику, поддержали создание широкого народного движения, ополчения, патриотического движения, которые хотели дружно, мирно, выступая за подлинное народовластье, справедливость, уважение к труду, достойное воспитание, образование, бесплатную медицину. С инициативой этого выступили нижегородские наши товарищи, алтайцы, северокавказцы, дальневосточники. И уверен, что это движение будет нарастать с каждым днем, и у него есть хорошая основа для этого. Я хотел бы призвать всех, кто желает жить в мирной и достойной стране, активно поддержать наш народный референдум и это наше движение. Мы все сделаем для того, чтобы выборы прошли честно, чтобы дебаты были полноценными. Мы представим вам в ближайшее время свои программы, и уверен, что вы найдете ответ там на многие вопросы, которые вас волнуют каждый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова